Мерцающие тени Все в принципе в свободной продаже И купить можно легко Единственное, что я купила специально для видео Вот такую вот палетку, палитру пустую Я заказывала ее на Алиэкспресс Стоила она в районе 300, по-моему, 350 рублей Но ее я не рекомендую покупать Потому что она абсолютно не магнитная И вот эти вот штучки к ней не приклеиваются Когда палитру закрываешь Все рефилы между собой перемешиваются Ну я купила исключительно для видео Поэтому, в общем-то, если нужно Я оставлю ссылку Уже пробовала, как вы видите, сделать тени Тени я делала синие Давайте я покажу, что у меня получилось Вот такие вот сильно пигментированные Сияющие синие тени Но сегодня почему-то мне захотелось Сделать не синие, вернее не показать вам Как я делала эти тени А захотелось сделать золотые тени Потому что все-таки скоро Новый год И я возьму вот такое вот Темное золото Это пигмент косметический Для косметики, собственно, созданной Также мне сегодня пригодится Обыкновенный глицерин Который можно купить в любой аптеке Спирт Вот спирт я не подскажу, где можно купить Потому что у меня старые запасы, честно говоря Также мне понадобится Сегодня я использую всегда вот эти вот штуки Для ногтей, на самом деле, они созданы Но я использую для мыла Для всяких вот таких вот Видеочумелые ручки Палочка обычная Которая буду перемешивать все ингредиенты И потом перекладывать вот такую лопатку Это очень удобно И также мне понадобится пудра У меня есть вот такая вот Риммельстей мат Сегодня буду использовать ее Можно взять абсолютно любую пудру Которая вам не очень нужна И пятикопеечная Вернее, не копеечная А пятирублевая монетка Я ее предварительно помыла Ну, в общем-то, и все Ну и вот чашечка, в которой я буду смешивать Смешивать можно и в пустых ячейках Но это не очень, честно говоря, удобно Итак, давайте приступим Я беру пудру и вот так вот дроблю ее на мелкие-мелкие кусочки Возьму чуть-чуть больше, чем мне необходимо Пропорции смешивания в интернете написаны разные В общем-то, если интересно, вот в конкретных пропорциях То вы можете посмотреть какой-то рецепт Я всегда делаю, во-первых, на глаз А во-вторых, ну, так удобнее Потому что можно сделать тени более сухие Или более такие по текстуре напоминающие Ну, не крем, но вот что-то между сухими текстурами И что-то между такими муссовыми текстурами Поэтому сейчас я буду примерно смешивать пудру с пигментом один к одному Но это не критично В общем-то, особенной разницы на самом деле нет Вот так вот дроблю пудру Теперь я беру пигмент Как я уже сказала, я возьму темное золото У таких пигментов довольно большой срок годности Поэтому тени прослужат вам долго И буквально вот так вот пару ложечек тоже сюда насыпаю И теперь это хорошенечко вот так вот размешиваю Здесь, конечно, получилось с лихвой Но ничего страшного Для вас будет, я думаю, нагляднее Давайте еще немножко пудры положим На самом деле можно залить это все спиртом И на этом все И получится тени Но сегодня я хочу сюда положить буквально пару капелек глицерина Для того, чтобы тени стали более муссовыми Они, во-первых, лучше растушевываются И, как мне показалось, чуть-чуть более стойкие Спирты я наливаю по капельке И постепенно вот так вот перемешиваю До однородной консистенции густой-густой сметаны Вот так вот Вот что у меня получилось И сюда я добавляю теперь буквально пару капель глицерина И точно так же все перемешиваю Ну а теперь то, что у нас получилось Мы аккуратненько в наш пустой рефил вот так вот переливаем Ну и дальше самое интересное Мне, по крайней мере, этот процесс нравится больше всего Мы берем обычную салфеточку Можно взять, кстати, кусочек рефленой туалетной бумаги И тогда на тенях будет узор И кладу, сворачиваю в 4 слоя И кладу сверху на рефил монетку И хорошо-хорошо вот так вот прижимаю Смотрите, спирт начинает салфеткой поглощаться Теперь я вытаскиваю аккуратненько Прям честно говоря, действительно чувствую себя кружок очумелой ручки Видите, уже тени получились более спрессованные Беру новую салфеточку Также ее сворачиваю в 4 слоя И еще раз кладу сверху монетку И так, чем больше раз, тем меньше потом времени Будет достаточно для того, чтобы тени приобрели свой окончательный вид И ими можно было пользоваться Ну и еще разок, давайте последний Маленьким тоненьким слоем тут салфеточку положим сверху Еще разочек прижмем Спирт еще, конечно, чуть-чуть по краям тут впитывается Но уже осталось совсем чуть-чуть Тени подсыхают довольно быстро Мне кажется, что час-полтора и тенями можно пользоваться Давайте смотреть, что у нас получилось Вот такой вот красивый золотой цвет Который, как мне кажется, будет очень уместен на новогодних праздниках В новогоднем макияже Теперь тени вставляем в палетку И давайте посмотрим, что у нас получилось Такой вот красивый золотой цвет получился И давайте покажу, как он смотрится на пальчики Вот так вот, такой вот насыщенный Яркий По поводу стойкости этих теней Я не сказала бы, что стойкость у них прям зашкаливает Но они какое-то время, конечно, неплохо держатся Особенно на базе Ну и заодно давайте покажу вам синий, который я тут сама делала Дома сидела, пробовала Вот такой вот у меня цвет получился В принципе, я его делала точно так же, как и золотой Только, соответственно, выбирала не золотой пигмент, а синий И вот так вот тени выглядят на руке Достаточно пигментированные И хорошо растушевываются В ближайшее время еще постараюсь снять видео Как сделать мерцающие румяна для лица Ну а на сегодня все И я надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным Пока-пока